с вами Виталий Галакин я хочу вам показать я вам обещал чем отличается вот это у нас каратыш компакт по немецки это компакт видите чем они отличаются это расстояние вот вам покажу сейчас здесь видите заканчивается место куда открывается ляда и тут 2 сантиметра 2 сантиметра остается вот здесь 2 сантиметра сейчас вам покажу сейчас мы подойдем к другому Мерседесу и это уже средняя база средняя база на 22 сантиметра длиннее короткой вот мы видим вот это расстояние отсюда сюда 22 сантиметра вот этот автомобиль длиннее на 22 сантиметра за короткую базу как бы короткая база очень удобная в городе кто говорит там например она короткий каратыш себе раз-два заехал и ты уже на месте но для удобства был у меня такой 111 двигателем как бы все нормально немножко не угадал я с салоном сделал и он был как бы маловат ну вроде нормально но он жестче автомобиль который подлиннее он как бы он у него побольше вес он комфортнее вот стоят как бы сказать два автомобиля Кади Кади и Вито вроде ценовая категория у них будет почти одинаковая вот я вам уже рассказывал даже не знаю какой тут пробег вот видите какие фары во первых они там серые затуманенные уже влажность потерян уже блеск вот там вот все такое ну на каждый автомобиль есть свой покупатель цена вопроса как говорят Кади что хочу сказать вам о Кади ну автомобиль любят его любят из-за того потому что как бы бренд Volkswagen раскрутил его другими своими моделями да был у меня Volkswagen тоже Polo как бы неплохой автомобиль но сделать что-то в Volkswagen я уже говорил и в Mercedes это две разные вещи если будет одинаковая поломка то в Volkswagen цена вопроса самого ремонта я не говорю о запчастях например взять там запчасть X и тут запчасть X то тут к X мы добавляем еще стоимость еще один X например если запчасть стоит тысячу то ее поменять надо тысячу тут чтобы добраться до самой мелочи до печки до до чего угодно до кондиционера заправить запаять так это надо разобрать пол автомобиля а там с помощью отвертки специальной и двух ключей мы снимаем полностью всю морду и как бы эти автомобили да неплохие неплохие двигателя но все зависит кто как ездил кто сколько наездил например я бы себе не покупал такой автомобиль да красивый да он как бы идет такой средний комфорт и семейный и семейный и ну но все равно есть что-то в нем недоработки недоработки те что тут весь мотор и все остальное идет в панели инструментов я же вам еще говорю что-то снять надо снять почти панель полностью панель а вы же сами понимаете что заводская установка что в нас сняли и поставили то это уже две разные вещи вот еще я стою возле четырех автомобилей сейчас немножко повернусь хочу вам сказать что это как бы один класс один класс разные цены вот мы смотрим форд транзит коннект рено трафик кадди и кенгу вот вы видите я отойду они по высоте и по уместительности все одинаковые все одинаковые только тут уже идут как бы поэтому разная цена потому что разные качества если взять рено кенгу есть у нас рено кенгу хорошие автомобили простые в обслуживании хотя я когда-то не любил рено скажу вам честно не знаю почему потому что ну не знаю наверное верил другим не доверял себе хороший экономный автомобиль хороший двигатель расход хороший 5 литров с половиной по городу 4 с половиной по трассе дизельный двигатель главное вовремя обслуживать менять фильтра а мы как купили и ездим пока не стал потому что мы так привыкли ездить там на жигулях вот каде 2.0 двигатель ну неплохой двигатель длинная база да если уже покупать автомобиль не знаю кто то вот я не знаю как буду ездить как буду то как буду все если покупать каде то покупать макси базе макси база это есть макси база вам скажу ну из-за этого это его плюс как бы вы делаете большой салон ставите ряд сидений у вас большой багажник ну как бы это плюс вольцвагена ну вот мы видим вольцваген заставил вольцваген таван ania все там и вольцваген по заставил